Добро пожаловать на фестиваль манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня чудесный день, светит солнце, мы в Мегидо, где Соломон строил свои колесницы. На самом деле, история этого места идет от царя Ахава. Оно стало известным благодаря главной битве, которая должна случиться здесь в конце времен. Это битва за Армагеддон. Обычно я делюсь пророческим словом, но сегодня все будет иначе. Со мной мой оператор Робби. Подойди сюда. Робби был крещен Духом Святым на моем собрании, а его отец обратился к Господу, когда я говорил проповедь под названием «Я не хочу быть христианином». Я приводил все оправдания, почему люди не хотят быть христианами. Его отец использовал их все. Его отец спасся и привел много людей к Господу. Сколько раз ты слышал мои проповеди? Где-то тысячу раз. Тысячу раз. Как ты оценишь то послание, которым я собираюсь поделиться? Оно в первой десятке всех проповедей. В первой десятке всех проповедей. Вы услышите о чем-то, что изменило мою жизнь. Эта история изменила мою речь, ход моих мыслей и мое восприятие того, что может сделать Бог. Мы называем его послание «От ангела в вихре». Я уже говорил о том, что мы готовим к выпуску Библию для изучения. Возможно, она появится через пару лет. В первой главе Иезекииля пророк говорит о вихре. Он видит вихрь с севера. Если вы не слышали, то в Исаии 14.13 сатана говорит, что поднимется на небеса с севера. Во втором Коринфянам 12 мы читаем о третьих небесах, где находится рай. Первый уровень небес — это облака. Второй — это звезды. Третий уровень — это рай. Это то место, куда святые попадают после смерти, ожидая воскресения мертвых. В псалмах упоминается северная сторона горы Сион, где находится город Великого Царя. Иезекииль видит вихрь. Я должен объяснить вам эту вещь из Иезекииля. Позвольте вам объяснить кое-что. В этом видении он видит херувимов, которые несут престол. Он описывает этот престол в первой главе как сапфир. Божий престол — это не престол, украшенный сапфирами. Вы должны понять это. Божий престол состоит из сапфира. Он вырезан так, чтобы быть престолом. Сапфир — это интересный камень. Он формируется в жаре. Сапфиры появляются из вулканической породы. Когда сатана описывается в Иезекииле как помазанный херувим, то сказано, что Бог ходил между огненных камней. Это ссылка на время, когда Бог создал землю. Я снова ухожу в сторону, но ничего. В Бытии 1.1 сказано, «Вначале сотворил Бог небо и землю». А во втором стихе говорится, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою». Когда на иврите говорится о том, что Бог создал, то, согласно учениям раввинов, это слово подразумевает полноту. Но во втором стихе мы видим хаос. Во втором стихе земля охлаждается водой. Я считаю, что в Бытии 1.1, когда Бог создал небо и землю, давным-давно, Люцифер еще не был падшим ангелом. Книга Иова говорит, «Где был ты, когда я полагал основание земли, кто положил краеугольный камень ее, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Ангелы присутствовали при сотворении, в Бытии 1.1. Почему в Бытии 1.2 земля безвидна и пуста? Почему тьма над бездной? Вы готовы услышать это? Евангелие от Матфея говорит, что ад был приготовлен для дьявола и его ангелов. Сатана пал между Бытием 1.1 и 1.2. Во время падения Бог пришел на землю. Ад всегда внизу. Бог создает место под землей. Мы знаем о Шеоле. Это слово стоит в оригинале. Также есть ад и тартарус. Злых ангелов Бог держит в тартаре. В греческом мышлении это самая нижняя часть земли, где собираются худшие духи. Также есть гиена. Это греческое слово из Нового Завета, которое используется в Евангелиях для описания ада. Давайте вернемся к Божьему престолу из Сапфира. В моем совете директоров есть Уэйн Пин. Уэйн изучал лазеры. Много лет назад мы обсуждали одну вещь, которую я услышал в Израиле. Я услышал, что есть традиция еще со времен Моисея, которую передали старейшинам и дальше, и которая говорит, что изначальные 10 заповедей были записаны на Сапфире. Уэйн посмотрел на меня и сказал, «Теоретически это возможно». Я спросил, «Как это возможно?» Он сказал, «В исходе Бог писал огненным перстом». В Иезекииле 1 говорится, что личность на престоле огонь ниже чресел и выше чресел. Наш Бог — огонь поедающий. Когда Бог поднял свой палец, это был первый лазер. Он говорит, что во многих породах на Земле есть оксид алюминия, но его особенно много в Синайской пустыне. Я спросил его, «Как это связано с 10 заповедями?» А он ответил, «Все потому, что нужно нагреть оксид алюминия, чтобы получить Сапфир». Когда Бог сошел в исходе и пошел со старейшинами на вершину горы, то 70 из них, как говорит Библия, ели с Богом на горе. А знаете, что сказано в исходе? Что под его ногами были Сапфиры. Всюду, где появляется Божье присутствие, начинают появляться Сапфиры. Надеюсь, кто-то рад этому. Кстати, мое послание не об этом. Я просто решил рассказать вам о Сапфирах. На самом же деле, я хочу поговорить о том, как ангелы проявляются в вихрях, и как Бог проявляется в вихре. Сейчас вы увидите нечто на экране. В Бытии 3.8 мы видим ветер, который был в саду в прохладе дня, когда Бог встречался с человеком. В исходе 14.21 мы видим ветер, который разделил Красное море. В числах 11.31 Бог использовал ветер, чтобы принести перепелов в пустыню для детей Израиля. Псалом 17.10. Ветер принес Бога на крыльях Херувима. Как бы мне хотелось поделиться словом об этом. Иезекииля 1.4. Поднялся ветер, и Бог был посреди него. Деяние 2.2. На Пятидесятницу дух сошел на людей в виде ветра. Я говорю с вами о ветре, потому что услышал одну историю от пастора Роберта Кимберли. С нами в туре один из его родственников. Роберт Кимберли служил в церкви Истпойнт во Флориде. Я был с ним в мае 2011-го, и тогда он рассказал мне одну из самых удивительных историй, какие я только слышал в жизни. Я хочу поделиться с вами этим откровением, которое может полностью изменить вашу жизнь. Брата Кимберли призвали в 1985 году в одну церковь в Южной Дакоте, которая была связана с деноминацией Церковь Божья. Кстати, это весьма известная церковь. Из нее вышло много великих мужей Божьих. Когда он приехал туда, к нему подошла Вэлли Бишоп. Она сказала, «Брат Кимберли, у меня тут важное дело. У нас есть член церкви, ей 80 лет, она живет в 40 милях от нас, в Байсоне. Она позвонила и сказала, что вы обязаны приехать к ней на выходных». Брат Кимберли сказал, что они с женой решили поехать к ней. Они были очень заняты, потому что только что приехали в эту церковь. У них не было времени, чтобы долго говорить с кем-то. Они поехали к ней в субботу. Эту женщину звали Лиз Броквелл. Лиз была членом этой церкви много лет. Тогда ей было 80. Брат Кимберли представился и сказал, «Сестра Броквелл, мы к вам ненадолго». А она ответила, «Это вы так думаете, заходите». Она сказала им, «Я приготовила обед, я пригласила вас для того, чтобы рассказать свое свидетельство. Мне кажется, что это одна из самых удивительных историй, какие вы только слышали». И когда она закончила, то так и было. И вот какова ее история. Это было в 1929-м, прямо перед Великой Депрессией. В Южной Дакоте проходил пыльный кубок. Некоторые из вас могут помнить, что перед началом Великой Депрессии на Среднем Западе ветры дули и поднимали пыль. А когда люди пытались посадить что-то, то все засыпало пылью, и ничего не росло. Сестра Броквелл была замужем за Адамом. У них было две дочери. Они воспитывали дочерей в трудное время. Они очень боялись, что потеряют свою ферму. И если вам этого мало, то ее муж Адам заболел туберкулезом. Его отправили в лечебницу в Рэпид-Сити, Южная Дакота. Если вам мало и этого, то однажды ей звонит врач из лечебницы и говорит, «Мисс Броквелл, а у вашего мужа есть темный костюм?» «Да, есть. Привезите его в лечебницу, потому что это будет ваша последняя встреча с ним». Мать с двумя дочерьми оказалась в трудной ситуации прямо на пороге Великой Депрессии. Пыль едва не разрушила их ферму. Они пытались спасти ферму, но, ко всему прочему, их корова получила травму. У них была одна корова, и она поранилась о забор. У нее уже завелись личинки, она не могла даже встать. Если вы родились на ферме, то знаете, что если у раненого животного в ране личинки, оно скоро умрет. Сестра Броквелл молилась и говорила Богу, «Боже, ты должен помочь мне. Я даю десятину, поддерживаю церковь, молюсь с юных лет. Пожалуйста, помоги мне, вступись за меня». Она пошла проведать корову и дала ей зерна и воды. Она хотела хоть немного поддержать ее. И тут внезапно появился пыльный вихрь. Кто-то из вас знает, как выглядит вихрь? Он был маленьким, но весьма плотным. Она остановилась, чтобы посмотреть, и поняла, что он несется прямо на нее. Она сказала, «Только этого мне не хватало». И когда вихрь приблизился к ней, то пыль упала, и перед ней оказался мужчина. Это был ангел Божий в виде человека. Не думайте, что это невозможно, потому что Библия говорит, что мы можем принимать ангелов, не зная об этом. Этот человек пришел к ней с посланием от Господа. Вот что этот ангел Божий сказал ей. «Адам не умрет. Он вернется домой, и у вас родится еще один ребенок. Он увидит, как этот ребенок вырастет. Вот вам знамение от Бога. Сегодня ваша корова встанет и сама пойдет к сараю. Она будет исцелена». Сестра Броквелл очень обрадовалась. Она сказала, «Если это случится...» А Робби уже готов закричать. «Если это случится, то я продам эту корову, которую исцелил Бог, и дам деньги на миссионерство». Тогда этот мужчина указал на нее пальцем, назвал по имени и сказал эти слова. Готовы? «В Божьем плане нет «Если». Ангел исчез. Она вернулась домой радостно, и она достала костюм, но решила не брать его в лечебницу. Потом пришел ее брат с ружьем, чтобы застрелить корову. И тут сестра говорит ему, чтобы он не убивал корову, потому что Бог исцелит ее. Корова встает и подходит к сараю. Корова была исцелена. Сестра Броквелл поехала в лечебницу, чтобы проведать мужа, но не взяла с собой костюм. И тут ее видит доктор. Он говорит, «Где костюм? Я же говорил вам взять костюм». А она отвечает, «Доктор, не переживайте, мой муж будет здоров. Бог исцелит его». Доктор разозлился на нее. Он не поверил ей. Он подумал, что она слишком религиозна. Но угадайте, что случилось. Две недели спустя Адам был здоров, и его выписали. Кроме того, у него родилась еще одна дочь. Он не только увидел, как эта дочь выросла, но прожил больше доктора, который сказал ему, что он умрет. Аллилуйя! Вот то послание, которое изменило мою жизнь. В Божьем плане нет «если». Сколько раз вы говорите слово «если»? В Библии «если» используется в трех случаях. Оно появляется 1541 раз. Это союз, который объединяет слова и фразы. Я посмотрел определение слова «если», и вот что там сказано. Определение слова «если» зависит от его использования. Оно может использоваться в значении «в случае», в предположении или в условии. Я не знаю, сколько раз вы говорили «если». Если бы только Бог помог мне. Если бы только Бог исцелил меня. Если бы только Бог обеспечил мои нужды. Если бы только Бог дал мне работу. Но вы должны понять, что в Божьем плане нет «если». Я хочу сказать нашим зрителям, что пришла пора избавиться от «если». Я хочу поговорить о трех «если». В Божьем плане нет «если». Но наш завет с Богом базируется на условиях. Есть Божье «если», которое не основывается на Божьей воле. Вот что сказал Господь. «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». О Господь! «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви». Божье «если» всегда базируется на условиях повиновения ему. Во-вторых, есть человеческое «если». Это всегда вопрос. Прокаженный сказал Иисусу, «Если хочешь, исцели». Что сделал Иисус? «Убрал, если». Он сказал, «Хочу, исцелись». В другом случае к Иисусу пришел человек, который хотел, чтобы его сын был здоров. Ученики пытались помочь, но не могли. «Если можешь, смилуйся надо мной». А Иисус сказал, «Нет». «Если веруешь, все возможно верующему». Я хочу показать вам нечто важное. Человеческое «если» всегда связано с сомнением воли Божьей. «Если» заставляет человека сомневаться в желании Бога исполнить Его Слово в вашей жизни. Иными словами, если вы ставите «если» перед молитвой, то говорите, «Боже, я не знаю, можешь ли ты это сделать». И еще, «Есть если сатаны». Если у вас сомнения, это от сатаны. В Матфея 4, 3 и 6, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». «Если ты сын Божий, и бросься вниз с крыла храма». Сатана знал, кем был Иисус. Но что такое «если» сатаны? Они всегда пытаются посеять в вас сомнения. Сейчас я покажу вам что-то на экране. Сатанинское «если» ставит под сомнение Слово Божье. Человеческое «если» ставит под сомнение волю Божью. Божье «если» — это условие вашего повиновения для принятия чуда от Бога. Я спросил нечто у своего отца за два года до его смерти. Он успешно молился за людей, больных раком. Я спросил его, «Папа, ты когда-нибудь говорил, Боже, есть ли на то воля Твоя?» И человек получал исцеление. Он выждал время. Мы ехали в машине. Я спросил, «Папа, ты слышал меня?» Он сказал, «Да, я думаю, сын». Он вспоминал все церкви, все служения и исцеления. Вы знали моего отца? Он был левшой. Он делал так. «Господи, брат, господи, брат, я подумал, и не могу вспомнить ни единого раза, чтобы перед молитвой исцеления поставили «если», и Бог сделал что-то. Если вы ставите «если», то говорите. Я не знаю, есть ли в этом Твоя воля или нет. Я хочу рассказать вам одну историю. Как-то я молился, искал Бога, но ситуация выглядела плохо. Она касалась близкого человека. И тут все стало еще хуже. Робби был со мной. Мне позвонили и рассказали об этом. Я очень расстроился. Начал говорить то и это. Я был готов сдаться. Я сыпал негативом, потому что верил, что Бог коснется этой ситуации. Но все выглядело так, словно ничего не изменится. Робби помнит, как это случилось. Бог сказал, «Не отменяй свой прорыв». А две недели спустя я услышал эту историю. Господь сказал мне, «Когда молишься, не используй «если». И теперь мы не говорим «если». Когда Господь сделает это. Мы строим здание для молодежи. Мы не говорим «если» мы его построим. Когда мы его построим, то приведем много людей к Господу. Не «если», но «когда». Поменяйте «если» на «когда». Поменяйте «если» на «когда». Я ощущаю огонь. Дорогие зрители, помните о том, что в Божьем плане нет «если». Вопрос не в том, если он вернется, а когда он вернется. Не если он установит свое царство, а когда он установит свое царство. Не если мы будем вознесены, а когда мы будем вознесены. Не «если» мы попадем на небеса, а когда мы попадем на небеса. Аллилуйя! Потому что в Божьем плане нет «если». Сейчас мы с нашей группой в Израиле. Я ощущаю помазание Божье и призываю вас довериться Богу, убрав «если». Я написал книгу под названием «Открывая план сатаны» и осветил в ней историю «если». И я хочу, чтобы вы узнали о ней. Сейчас мы расскажем вам, как получить ее. Аллилуйя! Слава Господу! Пэрис Телл написал и выпустил книгу «Новое время для ангелов». В своем исследовании Пэрри ответил на эти вопросы. «Если ангел рядом со мной? Почему они выглядят как люди, а не как крылатые ангелы? Как зовут ангела исцеления, о котором учила церковь? Приходит ли ангел смерти к умирающим, чтобы забрать дух? Помогают ли ангелы биться с бесами, атакующими семью? Дозволяет ли нам Бог просить ангелов открыть истину неспасенным? На эти и другие вопросы Пэрри ответил в книге «Новое время для ангелов». Глобальная деятельность пророков активизирует служение ангелов в эти дни через видения и сны. Узнайте в 19 главе «Бытия» о том, как ангелы появляются в облике людей. Пэрри включил в издание 21 вопрос об ангелах, включая случаи, когда животные могут видеть ангелов или ощущать их. Пэрри написал, как родителям молиться об ангельской защите над детьми. Данное издание содержит 12 динамичных глав, где исследуются потрясающие грани истины, которые дадут понимание в вопросе об ангелах. При заказе книги вы получите диски с учением Пэрри, как отразить самые жестокие нападения сатаны. Автор расскажет о том, как одолеть депрессию, духовный гнёт и мысли о самоубийстве. Дорогие зрители, закажите новую книгу вместе с набором из дисков онлайн по ссылке, которую вы видите на экране, или позвоните по телефону, который мы представляем вашему вниманию здесь. Кодовое слово ANG131. Отправьте нам пожертвования в размере 30 или более долларов и сделайте этот запрос. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не забудьте записать адрес служения Пэрри Стоуна, который вы видите на экране. Мы ждём ваших заказов. Я хочу упомянуть о важности времени ангелов, в котором мы живём. В моей книге есть глава о том, как ангел может пойти и найти вашего супруга, человека, на котором вы должны жениться. Всем одиноким стоит в первую очередь прочитать эту главу. Кроме того, я дам вам аудиодиск о том, как обратить двойное проклятие. Он того стоит. Люди получали исцеление, прослушав это слово. Я верю, что Бог может исцелять и избавить вас от депрессии и гнёта. Не забывайте, что заказывая эти наборы, вы помогаете нам выходить в эфир. Спасибо за вашу поддержку и молитвы. Мы бы не сделали всего этого без вас. Я хочу обратиться к тем, кто живёт за пределами США. Наша передача вещается через спутники и интернет. Мы видим, что есть целые страны, где много людей постоянно смотрят нашу передачу. Мы были поражены этим. Мы видим, что эти люди узнают Господа и Его Искупительный Завет. Искупительный Завет — это то, ради чего пришёл Иисус. Позвольте мне объяснить вам кое-что. Искупительный Завет — это то, ради чего пришёл Иисус. Человечество было отделено от Бога из-за падения Адама и Евы. Иисус пришёл в роли жертвы за грех. Его драгоценная кровь омывает нас от наших грехов. Именно так мы очищаемся и оправдываемся в глазах Божьих благодаря жертве Иисуса. Благодаря жертве Иисуса, принесённой на кресте. Я хочу сказать вам, даже если вы знаете внутри себя, что вы не спасены, может быть, вы исповедуете другую религию, но всё равно вы можете попросить Небесного Отца во имя Иисуса открыть Иисуса вам. Вы получите сон, может быть, видение, или ощутите присутствие Божие. Я знаю людей, которые начинали молиться Богу на поле, может быть, на горе. Они говорили, «Боже, покажи мне реальность Иисуса». И внезапно сила Божья сходила на них. Они были в шоке. Я хочу ободрить вас. Призовите имя Господа Иисуса Христа и попросите Бога Небес открыть Его вам. Не имеет значения, где вы живёте. Он сделает это без проповедника, без учения, без крещения. Где бы вы ни жили, Он может спасти вас. Он пошлёт к вам людей, которые помогут вам возрасти в Господе. Слава Господу за интернет, соцсети и телевидение, которое помогает людям ощутить присутствие Божьей. Кстати, о присутствии Божьей. В пятницу, 25 января, мы будем в Джексонвилле, Флорида, в Евангельском храме Ассамблеи Божьей. Затем нас ждут выходные в Саммитоне, Алабама. Мы будем там 1, 2 и 3 февраля. Мы будем в Церкви Божьей Саммитона, Алабама. В прошлом году мы чудесно провели там время. Приезжайте к нам. На нашем сайте вы найдёте расписание на 2019 год. Посмотрите его. Кроме того, вы можете найти нас в Фейсбуке и других социальных сетях. Там вы узнаете о всех новинках и событиях. Я хочу сказать вам нечто. Вопрос не в Церкви, не в религии, а во взаимоотношениях с Иисусом Христом. Если вы согрешили или знаете, что далеки от Бога, то попросите Его, Господь Иисус, спаси меня, приди в мою жизнь, очисти меня силой крови Иисуса и сделай меня своим ребёнком. Бог примет вас в семью Божью, на земле и на небе. Об этом говорит Библия. Я вернусь к вам через неделю с новым выпуском. Не забудьте заказать книгу, она уже в продаже. Субтитры создавал DimaTorzok